Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У меня очень ламповое сообщество, я уже, наверное, забыла, что такое хейт. Привет, друзья! Рада вас приветствовать опять на канале Лава Лампа. С вами, как обычно, я, ведущий Игорь, и сегодня у нас в гостях Ксения Шилина. Привет! Шилина Ксения, комьюнити менеджер в Некстас. Любимая платформа, любая, лишь бы игры были топ. Игровой стаж, играю с детства. Любимые игры. The Wolf, Among Us, Home 3, серия игр Sims. Фан-факт о себе. Не ищу легких путей, в детстве играла бы платаутс, а сейчас играю за Тима в Лиге Легенд. Лид комьюнити менеджер в Некстас. Да, все верно. Спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласили. Всегда хотелось пообщаться конкретно с комьюнити менеджером, потому что как бы, ну, почему-то мало интервью у сотрудников данной профессии на тот же самый YouTube. Их хотелось бы побольше узнать вообще, чем занимаются комьюнити менеджеры в игровой индустрии. Ну, и первый же вопрос. Почему ты решила стать комьюнити менеджером? У меня не было какой-то цели, там, становиться комьюнити менеджером. Изначально я вообще думала, что я буду аниматором. Потому что я много в детстве рисовала, и вроде как бы получалось неплохо. При этом в школу художественную я никогда не ходила. Ну, вот какие-то были такие мечты, что... Мне очень нравилась Дисней, мне очень нравилась японская мультипликация, поэтому как-то душа лежала туда. И потом в какой-то момент у меня пришел инсайд, что... Вообще-то игры — это тоже анимация, но только интерактивная. Мало того, что человек видит что-то, он еще в этом участвует. Это, наверное, был такой первый звоночек, что... Ну, вообще-то игры — это клево. Поскольку у меня не было навыков каких-то программирования, дизайна. Ну, скиллов у меня, правда, было мало, несмотря на то, что я много рисовала. Поэтому я думала, а как я могу попасть вообще в эту игровую индустрию? И, наверное, первый такой самый вариант был — это вот администратор на форуме. Ну, просто тогда мы не называли их комьюнити-менеджерами. Это были ребята, которые на форумах организовывали какие-то мероприятия, конкурсы, как-то поддерживали связь с игроками. То есть это не было такого термина — комьюнити-менеджер. Были модераторы, были администраторы. Креативные помощники — это прям максимум. Вот. И, ну, начала смотреть в сторону как раз вот. Думала, блин, вообще-то я очень активный участник. На тот момент была в разных проектах. Мне нравилось очень. Прости, а что за форум? Ой, да в основном это были проекты Мэйла, которые выпускали. В частности, это Perfect World. Кажется, Пара Па. Да. Ну, вот, наверное, что-то из этого. И я участвовала в всех возможных конкурсах, которые там давали, творческих. Надо там смонтировать видео. Не вопрос. Нарисовать — тоже могу. Шить — ладно, никогда не делала, но попробую. Почему бы и нет? Вот. Сейчас мы, наверное, такого игрока назвали бы инфлюенсером. Ну, такой более современный лад. Вот. При этом я была замечательным пользователем. Сейчас я это понимаю. Поскольку я не негативила. То есть, если мне что-то не нравилось, я не приходила и не строчила на форуме. Как же вы так можете с игрой поступать? Не было такого. Вот. Ну, и сначала я попробовала... Ну, мне еще тогда не было 18 лет. Это нужно отметить. Я попробовала написать администратору... Уж не вспомню, какой игры. В общем, сказала, хочу быть вашим модератором. Дайте. Да. И меня взяли. При том, что у меня не было никакого интервью, которое обычно модераторы проходили. И, видимо, из-за того, что у меня как-то была хорошая репутация. Не знаю. Какое-то время побывала модератором. Я тогда наивно думала, что это как-то мне поможет. И когда я уже заканчивала институт, уже было понимание, что я все-таки хочу в игровую индустрию. Игры — это клево. Ну, и нужно что-то делать. При том, что у меня образование абсолютно не связано с разработкой игр или хоть как-то связано с игровой индустрией. А ты кто по образованию? По-первыхому я регионовед. Обычно в этот момент спрашиваю, кто такой регионовед. Это, ну, вообще я японовед, можно так сказать. Потому что регионовед обычно — это более широкое понятие. У меня профильная была Япония. А по второй специализации я переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Ну, то есть не очень близко. Серьезно, серьезно. Не очень близко. Расскажи, пожалуйста, кто такой вообще комьюнити-менеджер в игровой индустрии? То есть про это много говорят. Многие просто думают, что это сводится к тому, что человек просто тупо отвечает на комментарии. Это правда. И постит какие-то посты. Есть такое мнение. Все гораздо глубже. Есть, допустим, стратегия какая-то, какого-то продвижения продукта. Все это ты прописываешь тайминги, выстраиваешь на определенный период времени. Или это не так? Это реально просто поднимать какие-то темы для разговора на форумах? Вообще, удивительно, действительно, люди, когда, например, были поиски новых КМов, некоторые действительно приходят с таким запросом и мнением, что я буду общаться с пользователями. Ну, да, конечно, комьюнити-менеджер общается с пользователями. Это есть в твоих обязанностях. Но в первую очередь ты менеджер. То есть это не только початиться с игроком, это и организовать его досуг, действительно пропланировать, как ты анонсируешь новые фишки. Опять же, очень зависит от того, компании, как выстроены процессы. То есть комьюнити-менеджер может, в частности, общаться с маркетингом, с бренд-менеджером, со стримером. То есть в каком-то смысле ты привлекаешь новую аудиторию. Но тут важно отметить, что первостепенная задача комьюнити-менеджера – это не привлечение новых игроков, это работа вот с действующим core аудиторией. Ну, опять же, предугадывать. Вот новичкам не хватает этого, да. Соответственно, ты можешь помочь там гайдами, либо найти человека, пользователя, который напишет тебе гайды. И это нужно так хорошо выстроить и продумать систему поощрения. То есть пользователь же тоже не придет и скажет, я хочу на энтузиазме писать. Нет, ну, есть пользователи, которые действительно пишут и что-то делают для комьюнити на энтузиазме. Но также есть ребята, которые спрашивают так, а мне что за это будет? И тебе нужно продумать, что ты можешь ему предложить взамен на то, чтобы у тебя был контент. Потому что, ну, объективно КМ не может написать все статьи, все гайды и какие-то там стримы проводить. Очень радуюсь, кстати, что в последнее время я вижу тенденцию, что КМ и стример все-таки отделяют эти позиции. Хотя КМ тоже может стрибить. Плюс твоя задача как КМ это донести до разработки то, что болит и то, что хотят пользователи. Вообще КМ для меня представляется таким адвокатом дьявола. Потому что ты, ну, вроде тебя любят все, но при этом не любят никто. Потому что ты приходишь к команде разработки и говоришь, что ребята вот так, плачут, хотят вот это. И разработчики, ну, да-да, мы понимаем, нам нужно вот работать, вот у нас там такой фокус. Ты приходишь к пользователям, а ты не всегда приходишь к ним с положительными новостями, положительным ответом. И говоришь, ну, ничего бы не поделать, пока вот так, ничего обещать не могу, сроков там, не знаю, условно нет. Ну, конечно, они расстраиваются, кто-то злится. И в итоге ты защищаешь права и там интересы перед командой пользователей, но при пользователях ты защищаешь интересы и честь команды. То есть ты вроде бы за всех и ни с кем. Интересно, то есть получается, ну, не просто какое-то общение с аудиторией, а донесение информации разработчикам, и, то есть ты фильтруешь весь негатив и оставляешь только самое важное, сглаживаешь углы и доносишь это до разработки. И также в ответ, допустим, если разработка не может пообещать этот патч там или что-либо, то надо мягко, аккуратно, не вызов негатив, еще и удержав аудиторию. Да, да, потому что если что-то ляпнешь, что-то, не дай бог, почитают, что ты пообещал. Тебя будут просто пилить. Вы же обещали, вы же говорили, что надо вот это и сделаете. Тут надо будет очень подбирать слова и, ну, и правильно сказал, что доносить аккуратно разработки, потому что разработчики, они тоже как творцы, да, и у них тоже, это их чадо, да, их детище, которое они там ходят, леют и разрабатывают. И если ты приходишь и не фильтруя то, что доносят пользователи, вот вываливаешь на них, конечно, ну, разработчик может и расстроиться. Получается, это не миф то, что разработчики в большинстве своем очень ранимые люди? Это действительно так, что прям, ну... Я бы не сказала, что в большинстве и там все, да нет, ну, это даже не был не разработчик, это был ПМ. И нужно было общаться с клан-лидерой, причем это было несколько клан-лидеров, и, конечно, каждый клан-лидер был заинтересован в том, чтобы достигнуть своей цели. Клан-лидеры, так скажем, не всегда умеют в коммуникацию, в корректную коммуникацию, да, они привыкли на своем манере общаться, да, и, конечно, они ожидают, что их поймут, там, без каких-то обидок. И в ПМ было очень сложно присутствовать в чате клан-лидеров, потому что, ну, они вообще не фильтруют то, что они говорят. Но когда мы переиграли немножко, как мы будем взаимодействовать с КЛами, КЛ, клан-лидер, да, и я начала собирать сама, то есть я выступила как раз в роли фильтра и сбора того, что пользователь хочет. И уже когда вот эту обработанную информацию, плюс еще тут нужно отметить, что пользователь не всегда может донести корректно то, что он хочет. У него что-то болит, ему что-то не нравится, но он, не каждый пользователь приходит, начинает там аргументы вот так себе крыть, да, и приходится там пообщаться, типа, а почему, а как, а вот что взамен, а вот если бы было так. Ну, то есть более глубинно как-то прочувствовать того, почему у него вызывают эти эмоции, это скорректировать и донести, то есть отсоединить шелуху от семян и уже принести разработчику какую-то корректную просто выдержку из того, что вот так, вот поэтому, и нужно, вот хотим вот это. То есть довести пользователя за ручку, чтобы он составил корректный, нормальный, аргументированный... Он не составит, ты составишь за него, но ты примешь всю ту информацию и уже за него составишь то, что он действительно хочет, потому что иногда юзеры не всегда понимают, что они хотят. Слушай, а у комьюнити-менеджеров бывают кранчи? Бывают тоже какие-то такие прям запары серьезные? Конечно, бывают, и честно говоря... Просто опять же, я повторюсь, потому что многие думают, что это, ну, как бы ты отложил эти посты, они там по времени выходят, кому-то ответил, или прям тоже бывает такая серьезная запара? Бывают запары, особенно если это обновление, особенно если это огромное количество патчноутов, которые нужно подготовить, потому что патчноуты не всегда к тебе приходят в каком-то таком адекватном виде, который можно преподнести тому же пользователю, чтобы он это все прочитал и усвоил. Бывают, я бы так сказала, компании не очень это, наверное, поощряют, потому что понимают, что за этим может стоять выгорание. Но, с другой стороны, да, ты когда горишь проектом, когда тебе очень хочется помочь пользователю, когда ты прям вот, ну, вот, хочешь саму выйти там в субботу и доклепать этот уже там видеоряд, да, бывает, бывает даже много раз. Вот, не советую так делать, все-таки нужно разделять работу и отдых, потому что хороший сотрудник – это отдохнувший сотрудник. Это правда. Я просто сама в какой-то момент словила выгорание, и, честно, это очень грустно. Никому бы не порекомендовала, да. Ну, да, конечно, очень много раз бывало, когда приходилось и задерживаться. Бывает, когда на проекте, может быть, ну, какие-то неполадки, причем неполадки могут быть серьезные, никто не застрахован от тех же Дудас-атак, да, и тебе нужно как-то держать коммуникацию, держать людей в курсе, что, ребята, мы не бросили, мы работаем над проблемой, сейчас нельзя говорить «проблема». Временные технические неполадки. Да, да, устраняем, устраняем. Или профилактические работы на сервере. Да, да, при том, что они же еще ждут потом, что за то время, которое они не были допущены до игры, что им что-то, плюшка какая-то будет, слово на букву «К», которое нельзя произносить, компенсация. То есть еще нужно прийти к разработке, да, ну, или к локализаторам, в зависимости от того, где вы работаете, и договориться, что вообще-то у ребят была проблема, они не могли зайти в игру, и как бы хорошо, если бы у нас будет какая-то плюшечка. Ты сказала два слова, которые запрещено говорить. Это компенсация и проблема. То есть у комьюнити-менеджера в игровой индустрии есть какой-то свой словарик запрещенных слов? Я правильно понимаю? Или это такой негласный, типа? Насчет проблемы это действительно не стоит говорить «проблема». Наверное, это скажет любой сотрудник поддержки. Это не обязательно должен быть комьюнити-менеджер, не обязательно игровая индустрия. Это в целом такая психология, да, что не стоит пользователю человеку говорить «проблема». Проблем нет, есть временные трудности. Да, проблем нет. Зачем лишний раз на негатив? То есть лучше, конечно, склонять в более позитивное русло. Тут, наверное, как с детьми работают, когда ты стараешься сместить фокус с негатива на позитив, да, и как-то немножко сгладить углы. А компенсация, нет, это не запрещенное слово, это просто, наверное, какая-то личная боль, потому что чуть малейший какой-то недостаток или там на пару минут сдержалась профилактика. Все, первое слово, которое ты видишь в комментариях, на форуме, это где моя компенсация? Дайте компенсацию! Как, по-твоему, профессия комьюнити-менеджера недооцененная? Сейчас, честно, мне кажется, что все больше и больше не только в игровой индустрии, но и в целом в других отраслях начинают осознавать и понимать значимость комьюнити-менеджера. То есть я даже видела, что... Поправь меня, если я не права, в скиллбоксе, по-моему, тоже есть комьюнити-менеджер. Ну да. Вот. И это не ограничится исключительно игровой индустрией. Ну, условно, преподаватель тоже может быть своего рода комьюнити-менеджером. И сейчас то, что компании берут на отдельную позицию отдельного человека и не делают его саппортом, или саппорт, кому как удобнее, это говорит о том, что действительно есть рост значимости данного специалиста. По крайней мере, я вот смотрю от тех времен, когда это был просто администратор-модератор. Если мы берем какие-то соцсетки, это обычно был, не знаю, условный модератор. Ну, опять же, администратор-модератор. Сейчас же это все-таки действительно отдельная позиция. К сожалению, наверное, еще не все игроки понимают, что есть такое лицо, как комьюнити-менеджер. Потому что многие проекты, которые я вот, например, сама там играю, вижу, что не всегда комьюнити-менеджер это целостная личность. В плане, это не всегда лицо, это не всегда реальный человек. Конечно, это реальный человек делает вам посты, не робот, но он там не дианонится. И ты не знаешь, кто по ту сторону аватарки. Ты без понятия, кто этот человек. Кто-то же там стоит, и кто-то же отвечает пользователям, и банит пользователей, ну и что-то организовывает. Вплоть до того, что иногда смешивают комьюнити-менеджера и СММщика. Тоже сейчас идет именно разделение, что это все-таки разные ребята, и они разным занимаются. И контент-мейкер, это тоже может быть отдельная позиция. А в чем разница комьюнити-менеджера и СММщика? Ну, как минимум, ты не занимаешься закупкой рекламы, настраиванием там всяких трафика вот этого. Ну, то есть это не входит в обязанности комьюнити-менеджера. А у комьюнити-менеджера есть своя команда? Или в основном это всегда один человек? В зависимости от того, насколько большой проект, насколько много контента, какие задачи покрывают. Это может быть один человек, если мы говорим про какой-то инди-проект. Достаточно одного. Особенно, если у вас мало обновлений, то есть если там буквально три абзаца, которые можно описать в ваши новые фичи, вам хватит и одного специалиста. Если вы же хотите, конечно, больше вариаций того, что вы можете сделать с пользователями и какой-то более глубокий анализ. Ну, условно, можно поделить там человек, комьюнити-менеджер, который занимается контентом, комьюнити-менеджер, который занимается исключительно общением с так называемыми инфлюенсерами, лидерами мнений, и там челленджовый какой-то кэм, который берет на себя задачи попробовать что-то новое, придумать что-то новое, испытать это, протестировать и прийти с результатами. То есть так можно объединить в одном. Очень зависит от проекта и от цели, которые ставятся. Например, сейчас у меня на проекте явно неактуальный стриминг. Хотя это... Неактуально? Неактуально. Это мобильная игра, там взрослая аудитория, поэтому приду, если я буду стримить на Твиче, вряд ли ребята ко мне придут смотреть на Твиче мои стримы. Ну и особо рассказывать, скажем так, прямо на часовую какую-то трансляцию нечего. То есть скорее это будет видеоролик какой-то короткий. Его и легче посмотреть, и он более доступен для той аудитории, которая у меня играет, нежели стриминг. Как тебе удается выстраивать отношения, общение с таким большим количеством игроков? Есть какая-то стратегия? Да, нужно понимать, что ты один все не вывезешь. Но у тебя есть твои пользователи. И твоя задача, я, по-моему, уже говорила эту фразу, что ты в первую очередь менеджер. И твоя задача организовать работу так, чтобы руками пользователей ты что-то получал. Чтобы меньше работать. Ну да, в каком-то смысле, нельзя сказать, что ты меньше от этого работаешь. Еще одно слово, которое нельзя говорить. Ты просто выступаешь в роли как раз управляющего и контроллер, который все это фиксирует, что оно работает, все довольны. у тебя там поступает контент, что ты знаешь, чем и как ты будешь поощрять человека, который тебе выполнил задачку, которую ты хотел. Это же еще тоже не так просто найти энтузиастов, чтобы они, во-первых, делали это регулярно, при том, что ты же не можешь им платить реальные деньги. Все, что ты там можешь, это договориться, какие-то условные игровые бонусы. И опять же, это еще нужно договориться и обосновать перед твоей командой. Это не просто такое, ребята, давайте всем по алмазам. Нет, нужно обосновать, показать, что ожидается и какой-то выхлоп принесет. То есть, это еще нужно доказать, ну, в каком смысле, пусть в теории, а потом еще показать результаты, было ли от этого какой-то профит. И да, ты, соответственно, ищешь пути, как бы тебе найти такого человека среди твоего комьюнити или ты сам находишь человека, который уже занимается подобными вещами, но ты склоняешь его на свою сторону темную и говоришь, пойдем ко мне, у меня есть печенки, будем вместе дружить. Такое тоже бывает. Бывает, когда ты только начинаешь, если, допустим, выстраивать только условно свое сообщество, все делаешь в одно лицо. Да, но со временем, опять же, находишь людей, которые тебе помогают. Либо еще один вариант, который может помочь сделать компания, это нанять еще одного КМ, который будет выполнять те задачки, которые один уже не вывозит. Ты сказала, что могут нанять еще одного КМ, менеджера, правильно? А вот вообще бывает какая-то жесткая конкуренция между комьюнити-менеджерами? Не сражаются они за аудиторию, с которыми вы общаетесь? Или вы всегда как-то это все строите, там, ну, нормально? Договариваетесь на общие проекты, там? Типа, нет моей аудитории, есть наша. Наверное, тут больше человеческий фактор, и, конечно, новый сотрудник, как и на любой работе, может почувствовать конкуренцию. По опыту скажу, когда только-только появился у меня напарник в моей работе, я еще сама была таким, юным КМ, конечно, я чувствовала небольшую конкуренцию. Потом мне предстояло передать мой проект и перейти на другой проект. Тоже было очень больно. Типа, как же это мои пользователи моего комьюнити, мои няш-милаш, как же я их оставлю? Тоже было сложно. Объективно, объективно нет никакой конкуренции, прям вот такой, чтобы прям мы сражались за комьюнити. Это общее комьюнити, просто у кого-то есть свои фавориты, пользователи, у кого-то там другие поклонники. Клево, когда, ну, лично мне понравилось, когда у тебя разнополые КМ-ы, ну, условно, одним нравится для мальчиков, другим больше девочки, и это здорово. Особенно люблю на стримах, когда такая комбинация. Ну, это личное предпочтение. Но сказать, что прям конкуренции и ты там бьешься за комьюнити, нет, скорее за проекты, ну, за какую-то идею. То есть, если, допустим, какая-то амбициозная цель, не знаю, сейчас 100 стримов в месяц, ну, это абстрактно, и тут, конечно, хочется там выше, сильнее, ну, это, опять же, больше правого человека, если у него есть такие амбиции, то да, то можно, что кто-то такое чувствует, что, а я-то сделаю лучше. Вот. А как грамотно справляться с хейтерами и негативом? Сейчас у меня очень ламповое сообщество, я уже, наверное, забыла, что такое хейт, вот прям в прямом, вот таком, ярком проявлении. Слово хейтера на хей нельзя произносить, есть уникальный пользователь. Особенный, я это называю особенный пользователь. Ты у меня особенный. Да. Ну, как минимум, не воспринимать, во-первых, ну, что лично мне помогло, когда я только пришла, и знаете, вот приходишь такой, а в проекте уже есть какие-то, ну, условно, старые застоялые баги, которые там годами могут не фикситься по причине, ну, по разным причинам, да, и ты приходишь, тебя начинают закидывать там хейтерскими, когда посидите, ой, блин, до нового КМ, да он опять ничего делать не будет. Ну, такие вещи тоже были. Как минимум, начать, во-первых, не принимать на свой счет, потому что они ненавидят не конкретно тебя, у них есть своя боль. Ну, и, во-вторых, это понять корень, откуда у них эта злость. Когда начинаешь понимать и вообще анализировать, что на самом деле у человека что-то болит, ну, подболит я имею в кавычках, да, такую важную, наверное, вещь скажу, что самые заядлые хейтеры обычно самые преданные ваши поклонники проекта. негатив не всегда направлен на личность. Просто ты из-за того, что представитель, который виден, светишься лицом, конечно, они приходят к тебе, и ты, для тебя, ты часть команды. Ты вот тот самый разработчик. Они же иногда вообще не разделяют, кто разработчик, кто ГМ, ПМ, для них это все вот одно. И они негативят не потому, что ты плохой человек или плохой специалист. Они хотят пофиксить свою проблему. У них что-то там не работает. Их это расстраивает, их это злит. То есть негатив, тоже хейт, тоже гнев, какая-то непроработанная проблема. Не знаю, у них там на работе проблемы, могут быть дома, быть проблемы. И тут они приходят в любимую игру, а у них что-то не так. Не так, как они ожидали. Конечно, они начнут негативить. И вот когда ты понимаешь корень, причину вообще, почему они могут негативить, становится немножко легче. Ну, то есть ты перестаешь это перенимать на свой личный счет. Хотя я вот, во-первых, прям жутко стремалась, мне так казалось, что они меня так не любят, я же ничего плохого не сделала. Ну, да, потом уже это сходит на нет. Ты либо просто устаешь обращать на весь негатив, который льется, либо действительно осознаешь, что это не про тебя, твоя задача просто сейчас его успокоить. Бывают ребята, которые не успокаиваемы, поэтому иногда их приходится, если они сильно нарушают правила того же сообщества, ну, словно в каком-нибудь тренчике ВК, то даешь временный бан, типа, ребят, давай ты остынешь, потом мы с тобой поговорим. Они выходят из этого перманентного, не перманентного, временного бана, ты с ними разговариваешь. Вообще, на самом деле, разговоры очень сильно снижают негатив. Когда они понимают, что это такой же живой человек, и почему я, наверное, рекомендую все-таки Кэллом вести страницу, пусть даже там с выдуманным именем, но чтобы вас видели, намного легче влюбить в человека, чем просто в какую-то аватарку, нарисованную, красивую. И когда пользователь понимает, что по ту сторону точно такой же человек, своими же эмоциями, и он вообще-то здесь, чтобы тебе как-то помочь, становится меньше. Да, конечно, каждого ты не обработаешь, то есть если условно у тебя там 100 хейтеров, опять же, в зависимости от ситуации, какая причина, да, то есть это нужно все анализировать, все учитывать. Да, бывает кейс, когда ты просто поговорил, он такой, я ничего не могу с этим сделать, вот оно так. Такой, ну ладно, спасибо, хоть выслушали. Иногда же ему просто нужно, чтобы кто-то их послушал. Это уже какая-то работа психолога получается. Да, да, ты в частности, ну, это хорошо, если ты немножко можешь в психологию, потому что, ну да, намного легче начинать общаться с пользователями, учитывая, что ты не видишь их эмоции, ты не видишь интонацию, с которой они проговаривают это все, поэтому можно как-то некорректно прочитать и подумать, что он там гневается, а он вообще там с покерфейсом сидел. Ну чего? Ну как-то так. Ну да. Какие у тебя были самые нестандартные ситуации при общении с пользователями? Вообще я очень любила с пользователями общаться мемасами. Вот прям это моя любимая тема, но тут тоже нужно быть очень аккуратным, потому что если ты придешь с мемасиком на какую-то проблему с юзером, то он может воспринять это немного неадекватно, и это ожидаемая реакция, типа, чувак, у меня проблемы, ты тут мне мемчики сошрешь. Но когда ты знаешь, что человек предрасположен к юмору, в целом с тобой коммуницирует, особенно если ты его знаешь, это твой постоянный пользователь, ты понимаешь, на что он может погореть, на что он может успокоиться, очень нравилось с ними общаться с помощью мемов. Наверное, такая забавная была ситуация, когда мы устранили неполадку, объявление было анонсировано, что мы дадим куки, печенки, и буквально вот только объявление, что мы вышли из профилактики, мне приходят, а в Дискорде просто строчат, где кукис, а время там, условно, два часа ночи, это такой, ребят, серьезно, иду делать им мемчик, что типа, помнишь, мем из Игры Престолов, что мы говорим, кукас сегодня? Не сегодня, да. Забавная была ситуация, когда я с европейской аудиторией смотрела Евровидение, я вообще не про Евровидение, я его, ну, то есть я знаю, кто нас там иногда... Это аудитория попросила? Нет, а я сижу вечер, где-то часов девять, и смотрю, что-то у меня прям вот пикает, 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 думаю, что-то у меня такие активные под вечер-то, знаешь, что меня нет, думаю, может, что-то не то, надо же быть на чеку, мало ли там, какие-то проблемы на сервере, может, что-то нашли, смотрю, обсуждают Евровидение, да так интересно обсуждают, думаю, блин, пойду посмотрю. Ну, и я с ними смотрела, обсуждала, при этом было занятно, что-то там даже голосование делали, кто за кого болеет. То есть у нас внутри было свое какое-то голосование. то есть они просто в Дискорде обсуждали, понравилось, не понравилось, за кого они болеют, там, допустим, даже трансляция прямая, типа, ой, сейчас будет Бразилия, ей! Да, у нас не только были из Европы ребята, из Бразилии тоже, ну, это вообще всегда стандартная ситуация, что на европейских серверах не обязательно должны играть европейцы. Вот. Еще была нестандартная ситуация, это как-то мне стример прислал фотографию, он, не, все в пределах разумного, все нормально. Ну, просто они, когда с тобой общаются, начинают думать, что ты такой в свою стенку. Конечно, они начинают с тобой очень френдли общаться, это, кстати, тоже одна из трудностей, не перейти вот эту границу, когда ты все равно представитель команды и вот эти вот панибратские отношения. И как-то у меня ушел стример на долгий отпуск, видимо, там занимался спортом и решил похвастаться своими результатами. Ну, и, конечно, прислал мне такой, ну, поторс голый, накачанный, такой, было неловко, потому что, типа, парень, серьезно, зачем ты мне это присылаешь? Нет, это очень мило, конечно, здорово, что ты подключался. Я не знаю, был ли какой-то там умысел, но не увидела, по крайней мере, я не увидела ничего, просто мне кажется, это просто было искренне, о, смотри, фоточка, как я клево выгляжу. А можешь рассказать, пожалуйста, про особенности работы со стримерами, инфлюенсерами? Ну, во-первых, они видные персоны, начнем с этого, поэтому одно неловко сказанное слово может оказаться транслировано на весь YouTube, на весь Twitch, поэтому здесь нужно быть аккуратным, потому что там не все ребята заморачиваются насчет этики, да, общения, что чужую переписку, даже если там в правилах написано, что переписку внутреннюю с представителем компании, вообще-то нельзя публиковать общественный доступ, это мало кого останавливает. То есть тут нужно быть аккуратным в общении, как минимум, потому что все, что ты напишешь, может быть использовано против тебя. Это первый момент. Во-вторых, нужно понимать, что ребята, которые публичные, да, и которые любят посвятиться, да, лицом, там, вот, они немного любят внимание, очень любят внимание. И это внимание в каком-то смысле нужно уделить в нужной дозе, да, чтобы все-таки стример был лоялен к тебе, поскольку иногда мнение лидеров это очень может сильно ударить по бренду, это может конкретно по тебе ударить, потому что если про тебя гадости могут написать, сказать, а это же негативные видео, я вам так скажу, негативные видео о проекте компании набирают, ой, наверное, зря я это рассказывала, да, сейчас только все пошли снимать, но они больше набирают активность, поскольку люди горят, они хотят это обсудить, они хотят кого-то там поругать, больше эмоций вызывает, да, вот этот негатив. Поэтому стримерам надо быть очень аккуратными, надо понимать, что у них есть вот эта вот потребность быть во внимании, если ты в какой-то момент уделишь другому стримеру чуть больше внимания, тут может полететь типа ревность, как так. Настолько. Настолько такое бывало, да, но это не в том, что типа, ах, как ты так меня изменила, просто они начинают говорить, а вот у меня вот так, а вот тому стримеру вот это я тоже хочу, блин, чувак, давай мы сравним твою аудиторию и другую аудиторию, там 100-500 подписчиков, у тебя 100, 2 плюс 2, а не все это понимают, да, ну, да, важный пункт, я подрезюмирую, что быть аккуратным в высказываниях и не игнорировать их. А насколько сложно сейчас в наше время текущее, допустим, попасть на работу комьюнити-менеджером? Реально ли человеку просто из-за активности на том же самом форуме вырасти до реального комьюнити-менеджера? Или сейчас в это время уже все, то есть только раньше это работало? Если ты являешься инфлюенсером и ты вдруг подаешь вакансию на открытую, ну, резюме на открытую вакансию, я более чем думаю, что есть хороший пользователь, да, то есть это не тот, который там, да, честно скажу, даже негативных ребят могут рассмотреть. Да. Реально. То есть вообще я слышала такой стереотип о том, что в игровую индустрию очень сложно попасть, что туда только по знакомству. Нет, у меня не было знакомых, ни одного. А тем, кому писала, пожимали плечик, я им говорю, ничего помочь не могу. Я думаю, реально главное, что смотреть, во-первых, на софт и хардскиллы. То есть это важно, какие у вас, ну, в большей степени, наверное, софтскиллы, насколько вы готовы как раз прорабатывать негатив, насколько вы можете организовать себя. То есть, в первую очередь, нужно научиться организовать себя, когда у вас такая армия пользователей, которые, ну, могут не играть по вашим правилам, то есть нужно еще как-то их тоже собрать. И если ты пользователь, который очень активно где-то проявлял себя, много чего творил и вытворял, да, я думаю, что это реально, это может, ну, я не нанимала кремов, поэтому это лишь мое предположение, но может сыграть плюс. То есть, по крайней мере, от тебя знают, что ожидать. Причем тебе не обязательно подавать резюме именно в тот проект, который, в котором ты был активен. Если ты из разряда, там, провел какие-то активности и что-то клевое сделал для комьюнити и пришел в другую компанию и скажешь, что, ребят, вообще-то я вот этим, вот этим, вот этим до этого занимался, это хороший показатель. Это, кстати, как вариант, если у вас нет опыта работы, то показать какие-то наработки в плане активности в сообществе очень даже хороший плюсик. А, то есть, это тоже рассматривается. почему нет? Это же в каком-то смысле тоже кэмские штуки. Спасибо большое за то, что посетило нас. Интервью вышло очень-очень, правда, интересно. Было интересно пообщаться. Многое для себя узнал о работе комьюнити-менеджера, не только в какой индустрии, а, в принципе, о работе комьюнити-менеджера. Ну, после информации о том, что ты знаешь японский, думаю, наши зрители ждут просьбы подписаться и поставить лайк на японском. Нью-ит. Ты учил японский? Ну, спортсмен. Да-да. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, вам понравился гость. Мне очень понравилось. Спасибо, что пригласили. Клевый ведущий. Спасибо. Клевый гость. Очень-очень приятно. А вы, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и рассказывайте о нас своим друзьям. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok